Работал, вы считаете, что меньше нагрузки надо, когда тебе 80? Ни в коем случае. Я всем говорю своим пациентам, что движение есть жизнь, а жизнь есть движение. Такое было, есть и должно быть обязательно. Должна быть гимнастика по утрам. Вы знаете, я с каким умилением смотрю на Китай утром, когда они все выходят, начинают делать гимнастику. Как у нас в Советском Союзе, я до сих пор помню. Я просыпался, бабушка моя в 6 утра звучала по радио. Опа, руки, опа, телевизор мы включали. И телевизор, и тоже гимнастика с утра. А гимн, потом гимнастика. Это же правильно. Это правильно. Значит так, мне эту программу надо гимнастику по утрам снимать. Есть вещи разумные. И нагрузка, нагрузки рознь. Я совершенно согласен. Тайчи по утрам сказочная штука. Но если тебе 85 лет, не удивляйся, что ты несешь мешок с картошкой, и у тебя возникают микропереломы позвоночника. Владимир Ильич, вы так все время грустно говорите, как будто, знаете, я делаю вывод, что надо смирись. Нет. Нужно делать то, что нужно делать. Слово скептикам. А нельзя делать то, что хочется делать. Ну вообще, хорошо делать то, что хочется делать, но делать разумное то, что хочется делать. А наука никак нам... Ну, во-первых, вы начали уже с идеи задушить остеокласты и дать полностью счастье остеобластам. А вот не получается. Беда будет. Беда урок не закончится. Беда уходит. Потому что вот это вот, как ни странно, вот этот процесс разрушения и создания, это запараллеленные процессы. И врачи действительно используют различные препараты, различными методами сделанные, которые позволяют остановить резорбцию, начать биосинтез. Но все это требует определенной последовательности, определенных временных промежутков. Я хочу сказать, что в нашей стране прекрасно работает и ассоциация врачей по остеопорозу, да, куда и травматологи включены, и наши специалисты по остеопорозу, и ревматологи. Ассоциация эндокринолога. Вот клинические рекомендации мы выпускаем о том, когда, какие препараты будут. Будет ли такой препарат, скажем, вот, двуфазный, да? Чтобы вот этот двуфазный препарат медленного высвобождения последовательно включал... Включал, выключал. Включал, выключал различные процессы. Вы знаете, мы сейчас еще даже ведь не дошли до идеального анаболика. Может быть, эти двуфазные препараты... Потом, вот мы назвали только некоторых участников игры. Вадим Эрикович хотел заговорить о коллагене, что-то еще. А еще другие участники, тот же склеростин. Кто-кто? Вообще ужас. Склеростин. А он что? А вот есть... Он тоже участвует в разрушении кости. Это белки, которые в кости. Те белки коллагена, которые участвуют в образовании кости. Вы говорите, давайте вырабатывать коллаген, и есть белок. Как страшно жить. А это, оказывается, что-то, что разрушает кости. Вы знаете, во многих знаниях могия печали, сказано в одной старой книге. Коллаген же вырабатывается когда? Когда мы двигаемся...